всем привет наконец-то мы приехали из больницы в субботу я наконец-то записываю видео из дома но вы уже кто видел кто со мной в инстаграме тот уже видел что мы в субботу моему мужчину встретились да ну а многие поняли по тому что я стала выкладывать видео смонтировала дома видео немножко я записала я взяла с собой флешку вы перебрасывать с телефона видео я записала телефон вот в итоге мне много места не было все что могла я записал хотя желание было много но так получилось немножко я вам записала передала того что было у нас в больнице вот мы выписали семена в субботу и так как в больнице была перекусовка по палатам нас переместили вы видели обзор второй палаты если ты не видел можете посмотреть я снимала обзор первой палаты и обзор второй палаты это два разных видео а вот и во второй палате мы встретились с мальчиком ему не 10 месяцев там 10 месяцев говорила ему вот вот и он как раз перед за день до этого у него была температура у него был ротовирус и после этого ему был понос вот ну якобы там антибиотики думали врачи потом думали на зубы у него лезут короче все в кучу в итоге ротовирус привезли домой мы вот мальчик уехал я уже писала с его мамой мама говорит три дня у них было это все поэтому я надеюсь у нас сегодня уже четвертый день нам сегодня будет полегче вот потому что семён очень сильно похудел и ему если честно это не нужен что у тебя зайка что такое зайка лежит на полу перед деваться он не хочет что ты волосы пластилин только не засуну что ты там делаешь вот он отказывается где ты взял пластилин а где взял или это игрушка у тебя там пластилин в рот не а не игрушка в рот не бери отказывается переодеваться желает быть в пижаме пока его не трогаем у нас все уже пропылесошено осталось приврать кое-что на кухне помыть плиту чего потому что варила здесь мясо и тоже грязная плита сейчас буду разбирать вместе с вами сюда мойку и наверно помоем плиту что всем что и расскажу вам что такое мячик ну ищи мячик у себя что мячик ищи вот за время больницы нахождение в больнице бедолашка вот сейчас он продолжает и дальше ходить что я поставлю как-нибудь так чтобы вам было удобно смотреть я буду нагибаться вот семен похудел я не похудела хотя восемь дней ничего восемь дней мы там лежали на восемь дней не печенье не кушала кусталовская старалась кушать так чтобы бросить вес ну как то вот не получается наверное килограмм такой у меня мама там меня уже увидела говорит ой худела конечно в каком месяце замученная может на лицо какая-то и показалась не знаю вот у семена вирусная ларингит я думала врача все спрашивала может быть это аллергия мы позвонил ваня как раз телефон когда звонить я потом отключаюсь и забывать что я вам рассказываю вот иногда я даже смотрю что я вам рассказывала чтобы продолжить мысли сейчас смотреть не буду что-нибудь все равно вспомню вот короче вот один а вот я рассказывала вирус у нас это вирусная у нас инфекция ларингит вирусный вот то есть не на какой аллергии потому что бывают аллергии аллергии вызван какой-то нет она будет полностью по анализам это вирусная инфекция вот так что сейчас с ларингитом у нас более-менее а вот рутавирус нас пока не отпускает может быть сегодня будет легче вот такие за время моего отсутствие мои мальчишки дома и должна сказать ваня за восемь дней даже два раза врача вот и вчера уехал поехала работала пошел в школу такие вот дела у меня накопилось конечно я субботу развивала вещи сутки говорю а чего-то говорю полотенце не убрал когда у семена был приступ я намочила банное полотенце повесила на батарею сюда в зал короче если ехала это полотенце так и висит а у меня я решил все остались так как тесно они даже ровно что ли не закрыли не открывали я закрыла вечером короче это моя обязанность да ну как бы ваня мой говорит я вообще не вижу закрывать то есть ему нормально его ничего не смущает а я вот с окна у нас дома видно против я их закрываю но что он да вот такие вот дела ну что домой куда-то загрузила немножко надо быть еще раз помочь после газа уже вот ну что я хочу сказать сейчас мы лечимся вылечимся и будет у нас нормально значит рута вилла внутри лесбии и благополучно меня в воскресенье отправил есть себе что-нибудь купить я купил себе ботинки ставлю там покажу немножко сняла показываю 35 5 113 рублей на меня подходят только чуть-чуть полноту больше этого взрослых такая же только в бордовой коробке 35 и 6 75 и 5 в детском хорошо быть две новичкой с маленькой ногой уберем на этих гарантийный срок 30 дней натуральная кожа велюр синтетическая кожа текстильный материал полиуретан натуральная кожа велюр синтетическая кожа текстильный материал полиуретан оказывать срок 60 дней гарантия детям дают 60 взрослым которая дешевле взрослым дает 30 вот так белорусская живенная обувная компания марка сейчас отдела их смотрите хожу такие типа спортивные чтобы они немножко так ноге все мои привыкли потому что чтобы не было мозолей пока знаете когда хотел я вчера их одевала сбегала в банк на темнее так вот поехала аут мальчишками здесь находился ну и что вы думаете за это время видимо семена заразил баню ваня вчера вечером 37 и 8 баню мультила что-то в желудке вот несколько раз вроде говорить сегодня что ничего газовая плита у меня вообще здесь у меня таблеток еще стоит я уже часть разбирал вот вон таблетки я сегодня опять уберу потому что часть я уже их убрала часть еще надо убирать вот такие вот так вообще супер на меня смотреть всякие морщины видны крещи наверно на мне ну вот так вот что я хочу сказать за время моего пребывания в больнице случилась не очень хорошая новость вот я ее хочу вам рассказать потому что может быть кто-то тоже знает этого человека 6 марта не стала блогера который вел белорусского я с ним знакома лесник 67 михаил его звали да даже язык не поворачивается говорит валя потому что как-то вот в голове все равно это мужчина не дедушка еще до на 53 54 года ему было ушел из жизни скоропостижно вот заснул и не проснулся заснул после 5 утра монтировал нам видео как нам сообщили наверное его приятели там потому что написали на комментарий что не стало этого хорошего человека вот ну и мы там поинтересовались и до человек монтировал видео в шестом часов на 6 утра спада 5 утра в шестом часу лёг спать него тарался трогал и не проснулся лисник 67 так что царство и небесное этому человеку может кто-то его тоже знает он жил в корше с мамой мама у него возрастная еще жива а человек у меня к сожалению жизнь настолько коротка что да да иди посмотрю хочу сказать что на душе уже как 10 дней наверно прошло да да вот как-то и я не я его увидела только по видео человека я с ним знакома с каналами наверно полтора года точно да и вот как-то так не верит окажется что человек смотрела и вон там попал в поля попал в поля и стал монетки ну вот ездил в россию на заработки вот человека не стало так что может быть кто-то тоже его знает мне в курсе на канале вот я до сих пор как-то не верится потому что и на стримах на некоторых я его видела ну и на своих вот на каналах так вот берегите себя и относитесь к жизни более ответственно жизнь настолько короткая и предсказуемо что мы не знаем когда на нас может прерваться поэтому дорожите каждый момент получаете получаете и изучайте счастье вот такие вот дела такие мои зубы которые я уже буду именно выключить вас вот такие наши новости с Семеном на улицу мы еще не ходим потому что горлышко надо чтобы еще грим я пока здесь стою горлышко чтобы долечила на вот вообще суртовирусом надо как-то справиться что я хочу сказать пока я здесь мою он у меня уже на подоконнике в коробке все разгребает чудо короче это я что хочу сказать я не знаю как в какой стране но в Беларуси по моему мы работаем только на еду но и на лекарства в нашей семье так точно потому что как-то лекарства очень сильно подорожали смотрите взрослым надо одно лечение детям надо второе лечение Семену надо третье лечение каждый поход в крачу он завершается тем что врач изучает что-то новое я уже но частенько приходишь в аптеку они мне показывают упаковку и говорят о у меня такой есть я говорю все или там Ваня посмотри срок годности то 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 он говорит да все нормально там вот так вот так вот хочу сказать что градусников вот таких обычных у нас уже три один у Насти один у нас я съехала с градусником в больницу а Прохору надо было им измерять температуру я Ваня сказала Ваня сходи купи вот у нас уже есть вот так вот и деньги расходятся на одну и на вторую вот это вот сейчас все беру и оставлю то что надо с семенами витаминчики тут еще оставлю вот такие вот дела так что рада была вас слышать хочу вам рассказать историю но это уже в следующем видео пока идите слушайте следующее видео да 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 всем похудел мне кажется я не знаю как это так а Саша!